Сразу оговорюсь, что я не проходил ораторские курсы, я не дипломированный педагог по речи, и если вам там по профессиональным нуждам нужно говорить, или еще какие-то вот такие причины, по которым вы можете позволить себе настоящего педагога по сцен речи или ораторскому мастерству, идите к нему. Если же вы просто хотите нормально разговаривать, то этот видос для вас. Здрасте, вы на канале Сейна. Конкретно ораторские курсы я не проходил, но сценической речи обучался, я учился и в Доме актера, после этого в Московской международной киношколе, и так или иначе мне там более-менее давали какие-то навыки речи, но сегодня я буду скорее отвечать на вопросы тех людей, которые пишут мне вот в личку, как ты научился так говорить и как там мне научиться так говорить. Это видео вот именно для вас. Начнем с того, что я не буду здесь говорить банальные штуки в духе «читайте книги», и чем больше книжек вы прочитаете, тем лучше вы будете говорить. Я думаю, прям прямой корреляции нет, и если вы там какой-то бешеный полиглот, то это не значит, что у вас будет нормальная речь. Вообще, главная штука, которую стоит понять про сам процесс хорошего и правильного говорения, это то, что это такой же навык, как, допустим, игра на гитаре или какое-нибудь собирание паззлов, кубика-рубика на скорость. Это набор паттернов. Что я имею в виду? Гитаристы-виртуозы, они играют свои вот суперсложные техничные соляки, не потому что они на ходу придумывают, «Так, сейчас я сыграю вот эту ноту, потом я сыграю вот эту ноту», и у них не происходит в голове каких-то сложных уравнений в духе «там фа диез, это зажать вот тут и вот тут», они это помнят руками. То есть они, буквально выучив однажды несколько положений рук, естественно, этих положений их очень много, у них на мышечном уровне запомнились все эти положения. И мастерство — это как раз-таки огромное количество вот таких вот запомненных положений, которые они потом могут чередовать, создавая новые мелодии. Речь — это то же самое. У вас в голове должны быть сложены паттерны того, как вы говорите. То есть когда мы говорим, что по сути происходит, нам либо задают вопрос, либо нам нужно просто сформулировать вот какую-то речь, монолог с самого начала, да. Все это можно поделить на какие-то логичные части. Например, сначала нужно поздороваться, потом нужно дать небольшое введение, потом нужно подготовить человека к объяснению того, о чем ты говоришь, и потом разделить это на маленькие детали и подвести итог. Вот просто для примера, да. И успешность того, насколько хорошо вы это скажете, напрямую зависит от того, насколько у вас много паттернов. Как раз когда люди говорят «эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и поэтому возникает это эээээ. И резонный вопрос. Где брать эти паттерны? Во-первых, да, книжки. Я обещал, что не буду здесь их советовать, но если вы читаете книжки именно с этим вот мотивом и пытаетесь находить для себя новые фразы, конструкции и обращать внимание именно на язык, то это действительно может помочь. Но опять же, если вы будете читать какую-нибудь там, блядь, современную русскую фантастику, то вы наоборот засрёте себе речь всяким говном, вполне вероятно. А вот если читать какого-нибудь Довлатова или кто еще с изящным языком, да даже Сорокина, то можете найти для себя очень много нового и действительно ваша речь разнообразится, просто потому что вы будете видеть новые для себя примеры. Но это далеко не единственный вариант, то же самое относится к лекциям, хоть подкастам, просто публичным выступлением, выступлением стендап-комиков, радиоэфиром, любым местам, где люди говорят, то есть будь то видосы, живые выступления не суть. Наш прелестный интернет поможет вам найти самых разных персонажей, которых вы в обычной жизни никогда бы и не встретили. Чего стоит какой-нибудь адвокат Егоров, Птушкин или, например, Близнец? Чувак работает в обычной компании и при этом пишет авторские комедийные песни, заливая все это на ютубчик. Меня очень мотивируют подобные примеры, и не только потому, что творчество живет в любых условиях, а еще и потому, что сейчас его можно донести до масс буквально парой кликов. Наше же дело на всем этом мучиться и поддерживать подобных вот самородков. Так что если вы хотите, чтобы его наконец уволили с работы, подпишитесь на его канал, ссылка в описании. Главное смотреть правильных людей. Вот это вот важная штука, почему вы до сих пор не говорите хорошо и не говорите хорошо по дефолту? Потому что, скорее всего, все ваши друзья, а может быть даже и все родственники, а может вообще и весь круг знакомых, разговаривают как лохи. Это, если вы начнете на это обращать внимание, то это будет хуйней, которую уже нельзя развидеть. Все вокруг не умеют говорить. Не знаю почему, может там из-за уровня образования, может еще почему-то, но у нас как-то это не входит в пак нормального человека, да? Это просто такая вещь, на которую нормально положить хуй. У нас очень часто и чиновники, какие-то высшие лица, да даже хоть тамада на свадьбе, он может говорить через... С кучей какого-то словесного мусора и тоже повальная вещь, люди используют слова неправильно, просто не к месту. На это как будто всем наплевать. И когда вы начнете сами заниматься собственной речью, вы заметите, что огромное количество людей вокруг вас, они говорят неправильно. А вы, живя среди них, начинаете снимать эту манеру. Это невольная штука. У меня, например, когда я разговариваю с человеком с акцентом, если я говорю с ним достаточно долго, я потом сам начинаю замечать у себя акцент. Это невольная человеческая штука, что ты перенимаешь манеру. И когда вы разговариваете с людьми, которые плохо говорят, вы тоже плохо говорите. Поэтому вам нужно как можно больше окружать себя грамотной, хорошей речью. И вот, собственно, список людей, которых я прям советую, чтобы снимать у них вот навык правильной речи. Опять же, важно не то, что они говорят, а то, как они говорят, особенно вот невзоров. Я его советую именно как оратора, как человека, который вот строит мысли, подает. И что еще важно, что обратить внимание, сейчас он в основном эпатирует. То есть его задача в том, чтобы какое-то популярное событие взять и как-то весело в речи обыграть. Не обязательно наполнить это смыслом, не обязательно заявить какую-то вообще свою позицию, не факт, что она у него осталась. Возможно, он теперь просто вот всегда просто реагирует. Но его задача отреагировать интересно, и он с завидной регулярностью справляет с этой задачей. Кстати, о чем меня еще часто спрашивают, это что у меня за закрытый паблик такой. Если что, через Патреон за 5 баксов можно попасть в закрытое сообщество ВКонтакте, в которое вход как бы только через Патреон. Там охуенная музыка, фильмы, книги, клипы и огромное еще количество всего. Лично от меня туда я просто сливаю свои рекомендации. Я там нашел новый кинчик, нашел новую охуенную группу, тут же слил свой в закрытый паблик. Там вот почти ежедневно выходят посты. И, собственно, все, больше не спрашивайте меня об этом. В описании есть инструкция по тому, как туда попасть. К теме ролика. И прогресс вашей речи будет заметен не сразу. Честно говоря, лучше всего, если вы, в принципе, будете постоянно говорить вслух. Вот вы там один в квартире или один у себя в комнате. Можете представлять просто в голове, что у вас берут интервью. Или, допустим, когда вы смотрите ролик про что-то, пробуйте вслух высказывать свое мнение на этот счет. То есть, допустим, там смотрите какие-нибудь новости. Вот там открыли новый памятник в Нефтекамске. Да, и вот вы берете и как будто вас спросили, что вы думаете про этот памятник. И вы такие, я считаю, что вот то-то, 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 то-то. И пытайтесь как можно больше сказать одним куском. Связным, красивым, без вот лишних слов, запинаний, заиканий. И, я думаю, очень долгое время. Для вас это будет целая бесконечность. Вам будет казаться, что прогресса нет вообще. Что вы как будто наоборот еще больше тупеете и еще хуже говорите, чем говорили до этого. Но это только из-за того, что вы, возможно, впервые в жизни обратили внимание на вашу речь. И поэтому вам так кажется. На самом деле, лучшим вариантом для этого, это как в занятиях спортом, запишите вот такую свою попытку на что-то отреагировать в начале. И после этого, спустя месяц того, как вы занимаетесь и думаете над своей речью, снова запишите такую же попытку. Вот там результат точно будет налицо. Я вам говорю, это как человек, который вот уже, сколько, больше трех лет записывает себя регулярно на камеру. Изменения крайне заметны. Более того, это вот тоже хуйня, которую нельзя развидеть. У Бэткомедиана такие же изменения. Буквально вчера включил обзор на предстояние, и вы не представляете, сколько там склеек. Это сейчас мы знаем Бэткомедиана, который выдает такие мощные, красивые речевые кусманы. И, казалось бы, ему вообще не проблема воспроизводить свой же сценарий вслух. Но если вы включите там видосы двух-трех летней давности, вы заметите, что он режет каждую фразу. Потому что, ну, сложно говорить на камеру и сложно выдавать длинные предложения. И абсолютно никому не дается это легко. Однако, когда вы этому обучаетесь, это производит очень правильное впечатление на людей. Потому что многие даже не задумываются, что вот он хорошо говорит. Вы просто выглядите убедительно. А это крайне полезный навык в жизни. Однако, в речи есть гораздо более такая, знаете, простая, но при этом коварная заковыка. Это дикция. С этим стоит работать только механически. Можете там перепроговаривать рэп-треки, какой-нибудь там трек Оксимирона до зимы. Можете просто день за днем пытаться проговорить его от начала до конца. И вот, когда у вас получится, пытайтесь закреплять результат. Я видел видос одного гитариста, который говорил, что партия считается выученной, когда ты можешь сыграть ее 10 раз подряд без единой ошибки. Вот. И, собственно, можете вот так же с какими-нибудь вашими любимыми рэп-треками. Даже можете пытаться не читать на скорости, с которой читает ваш артист любимый. А первое время просто проговаривать текст от начала до конца. Очень полезная штука. И, более того, не знаю, как у вас, у меня и в ВУЗе, и до этого в школе, и, я думаю, дальше регулярно появляется нужда в том, чтобы читать тексты вслух, при том то свои, то чужие. И если иногда можно подготовиться, там, прочесть его заранее и быть более-менее готовым, то часто бывает, что тебе просто дают текст, который ты никогда до этого не видел, тебе нужно его вслух читать. И 100% людей, которые вот читают его рядом со мной, они запинаются. И это как бы, опять же, это нормально, но когда ты этого не делаешь, это производит очень приятное впечатление. И если у вас есть прям проблемы с дикцией, которые вот очевидны, а не просто вы там немножко заговариваетесь, то я советую вам найти какие-нибудь другие видосы на ютубе по поводу речи. Потому что дикционные проблемы это не то же самое, что формулировка в голове. А если вы не слушаете такую музыку и у вас не находится на примере песен, в которых много русского текста, который быстро произносится, то в моей группе ВК, ссылочка в описании, я вот в посте с этим роликом прикрепил несколько рэп-трачков, которые легко найти текст в интернете и на которых очень хорошо тренировать свою речь. Может, ты просто идёте по улице и тихо себе под нос. Как видите, я сейчас снимаюсь в непривычных для себя условиях, не так, как последние видосы, это потому что чел, который обычно меня снимает, он сейчас не может, всё ещё новогодние праздники, поэтому поддержите мои старания активностью, там, лайками, подписками, комментами, вот, любой активностью под видосом снизу. Подписывайтесь на мои соцсети, особенно на мой супер охуепиздрительный инстаграм, ещё не забывайте про мои паблики ВК, про камерный канал, где выходит интервью с молодыми актёрами, подкаст на артификсе, а ещё спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки.